А сейчас я хочу предоставить слово президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Большое спасибо, уважаемый Константин Мельевич, дорогие друзья. Я также, как и все собравшиеся, хотел бы прежде всего поблагодарить президента Казахстана и всех казахстанских друзей за подготовку к сегодняшней встрече, за активную работу, которая проводилась с казахстанским председательством в течение нынешнего года при поддержке команд всех наших стран. Как уже справедливо отмечали коллеги, взаимодействие наших государств в рамках организации договора о коллективной безопасности имеет действительно важное значение. Это взаимодействие носит союзнический характер и устраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения и интереса друг к другу. У нас военно-политическая организация и некоторые коллеги просили меня поподробнее доножить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне специальной военной операции в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня. Считаю своим долгом проинформировать вас о тех событиях, которые происходили в самые последние годы. Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённым силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов, соответствующих стран НАТО, просто невозможно. Тем не менее, как вы знаете, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были, тем не менее, нанесены Африанской и Курской областям, американскими ракетными атаками и британскими шторм-шиллами. О последствиях этих атак, о причинённом нам ущербе, было сказано в моём заявлении 21 ноября. Для справки, кстати, скажу, коллеги тоже некоторые просили об этом, что российский аналог всех трёх модификаций Атакамс – это российская ракетная система «Искандер» и её различные модификации. Массовые участия в тротиловом эквиваленте примерно одинаковые, дальность у «Искандера» больше. Новая американская ракета «ПСМ» по параметрам ни в чём не превосходят российские аналоги. Ракета воздушного базирования «Штормшилл», французская «Скалп» и немецкий «Таврус» имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров. 655 – это как раз немецкая ракета «Таврус». Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования «Ха-101». Имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из системы европейского производства по дальности. Новые американские ракеты «ПСМ», как я уже сказал, и «Джасы» по своим характеристикам уступают российским аналогам. Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить. Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взято. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%. Мы видим, что глава рейд киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах калибр гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полный ход. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Продукты, как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетными атаками по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз, эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетными атаками. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет. И, наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система «Орешник» в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены. Как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курбской областей. Ракетными атаками с Иштором Шедовым. Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро. Напомню еще раз, напомню, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонездающихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции элементарной частицы. Превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, крупового применения данных ракет, то есть сразу от нескольких «Орехов» грозди в одном ударе, его мощь, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения «Орешник», конечно же, не является. Во-первых, потому что, и это подтверждено испытанием 21 ноября, это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удар по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. Серийное производство «Орешника» началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации. Уважаемые коллеги, всё, что я сейчас говорил, всё, что доложил вам сейчас, безусловно, имеет большое значение. Но самое главное заключается всё-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия, судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге всё зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и БК, боевой конфликт. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется и к самопожертвованию военными отечествами. За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни на сильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры, за бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве, за его главари, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли до добра. Они сегодня полностью нелегитимны и судят, и исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам. Кстати говоря, поскольку они узор по отрывовости, кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся существа этого преступления. Они не имеют права толкать людей на смерть и внать их на убой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными. Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю жилого нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня ей, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на Украинскую территорию. Ситуацию на поле боя не изменят. У нас в армии люди разных национальностей. Кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед. И ничто их не остановит. Я хочу поблагодарить коллег за то, что вы обратили внимание. И в этом контексте очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее, о 80-летии этой победы. Конечно, во всех наших странах это пройдет событие на самом высоком государственном уровне. Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву на торжественные мероприятия 9 мая. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ВДКБ вместе с российскими военными принять участие в Паране на Красной площади. И в заключение я хотел бы еще раз поблагодарить Касим Шамару Кемельевичу Такаеву и всех наших казахстанских друзей за эффективную работу, проведенную в период председательства ВДКБ. А также пожелать успехов нашим теоретическим коллегам, которым переходят председательские функции в организации. И, конечно, все, что от нас зависит, будем делать для того, чтобы оказать вам, уважаемый Александр Боргажевич, всестороннюю помощь и поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова